По данным Главного управления МЧС России по Республике Тыва, таяние снега в населенных пунктах и сход талой воды со склонов возвышенностей угрожают потоплением жилых домов в шести муниципальных образованиях в Кызыле, Кызылском, Пехемском, Дзунхемчикском, Чедыхольском и Кахемском районах. Для минимизации рисков и защиты населения предпринимаются необходимые меры уполномоченными ведомствами. Ежегодно на зиму закрываются водопропускные сооружения, для того, чтобы там была она не забита. Соответственно, по весне они открываются, проводятся мероприятия по водоотведению, чтобы вода проходила там, где это нужно, или проводилось мероприятие по скоплению тех или иных участках, чтобы она не разрушала дорогу. Также проводятся работы по укреплению берегов, дренажные работы, очистка русел и ручьев от блокировок, усиление плотины и дам для предотвращения разлива воды. Текущий год был тоже сложный, как и предыдущие, снега еще больше. Поэтому сегодня подрядная организация находится в полной готовности, готовится как и к ликвидации, так и к водоотведению. Министерством лесного хозяйства и природопользования ТУЭС 26 марта текущего года начата работа по обследованию и мониторингу технического состояния водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений. Эта работа выполняется в рамках ежегодного обследования с межведомственной комиссией в составе представителей Главного управления МЧС России по республике ТУЭС, регионального минлесхоза и территориального отдела водных ресурсов. Всего в республике находятся 38 гидротехнических сооружений. По состоянию на сегодня Министерством лесного хозяйства совместно с муниципальными образованиями и комиссией уже выполнены выезды на территории четырех кожунов. Это Козылский, Эрзинский, Тесхемский и Кахемский кожунов. Сегодня продолжаются работы. Выехала комиссия в составе нашего сотрудника на территории Читыхольского кожуна. И данная работа продолжится до следующей недели. Как рассказали в региональном минлесхозе, следующие выезды запланированы в Читыхольский, Байтагинский и Баронхемчикские районы. По итогам проверки планируется откорректировать потребность в проведении водохозяйственных мероприятий на тех или иных объектах республики. Работа в данном направлении продолжается и стоит на особом контроле главы ТУВ Владислава Хавалыга.